Быть успешными во всем – главный девиз этих женщин, любящие мамы и супруги дома, уважаемые руководители на работе. Женщины года Самары получают заслуженные награды. Это дает дополнительный стимул. Стимул к росту, стимул к совершенству, стимул к тому, что наши добрые дела, то, что мы делаем для наших детей, то, что мы делаем для города, не остаются незамеченным. Этим супервумен все под силу. Самарские женщины добиваются больших успехов не только в работе, но и в общественной деятельности и в семейной жизни. Наши замечательные самарчанки радуют нас высокой рождаемостью. Это обязывает нас к тому, чтобы мы создавали соответствующую инфраструктуру, строили детские сады, создавали школы. И должен вам сказать, что за последние годы в нашей области, в нашем городе, в частности, создано более 18 тысяч дошкольных мест. Здесь впервые за 20 лет в нашем городе заложены две современные школы. Школа, которая строится в Волгаре и которая должна была быть сдана в следующем году, будет сдана досрочно, 1 сентября текущего года. Кандидаты к названию «Женщина года» выдвигали трудовые коллективы. Сначала им предстоял районный отборочный тур и только после этого городской этап. «Женщина, она прежде всего мать, она хозяйка, и она должна заботиться обо всех тех, с кем она живет рядом. Мы награждаем 40 женщин. 40 женщин в разных номинациях. Это и женщины-руководители, это женщины, которые работают в разных сферах. И мне очень приятно, что сегодня вот такой праздник состоится». «Я хочу сказать, что это на самом деле звание, оно победительница данной акции и номинации, оно обязывает еще больше заниматься общественной работой и еще лучше работать на своих местах во благо нашего города». В Самаре еще много необыкновенных женщин, инженеров, воспитателей, врачей и учителей. У них впереди еще целый год, чтобы попробовать свои силы и стать «Женщиной года-2016». Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Продолжение следует.